Газификация сел, безработица, проблемы с интернетом. Эти и другие вопросы глава региона обсудил с активом Совета ветеранов войны и труда Ненецкого округа. За два часа Александр Цибульский ответил на десятки вопросов, которые волнуют пожилых людей, и поддержал ряд инициатив, высказанных в ходе встречи. Будущее Ненецкого округа за молодежью. Поэтому вопросы образования и трудоустройства ветераны округа ставят во главу угла. Отмечая, что нефтяные компании неохотно берут на работу местную молодежь, ссылаясь на отсутствие образования и северной надбавки. Здесь надо открыть филиал, для того, чтобы готовить своих нефтяников, геологов, инженеров и так далее. После этого можно будет строить какую-то базу для них, понимаете. Тогда будут брать и руководители, и уковы. По словам главы региона, переговоры с учебными заведениями и потенциальными работодателями уже ведутся. Кроме этого, работу в данном направлении нужно выделить в отдельный проект. Среднепрофессиональное образование, Угтинский университет, это, стоя вот участие образования, то такое стратегическое направление, которое мы обозначим. У нас нет высших учебных заведений, но я предполагаю, что мы вполне можем стать вполне конкурентным центром среднепрофессионального образования. Для этого нам надо просто материально-техническую базу и общее оснащение наших профессиональных образовательных учреждений привести до соответствия мировым практикам. Сегодня это WorldSkills, мы все это знаем, и это то образование, которое могут получать наши дети. Одним из предложений Совета ветеранов было разработать отдельную программу «Дети Ниньского автономного округа», которая бы регулировала государственную поддержку юных жителей региона. Данную инициативу Александр Цибульский поддержал. От вопросов образования перешли к газификации сел округа. Мы живем на газе, но без газа. Я имею в виду, что сельские организации, особенно Нижнепечорье, которые то планируют, то не планируют. Когда идешь, например, по деревне, видишь, как бабушка или дедушка со слезами на глазах долубит каменный уголь, то не по себе становится, честно говоря. Я тогда был председателем Совета ветеранов военной труда села Укоткина. И я пошел к председателю колхозу, к Калаткину Павлу Гавриловичу. Давай поможем тем, которые одиночки. Тогда удалось поставить 8 электрокотелков в домах у одиноких пенсионеров в селе Коткино. Но возникла еще одна проблема – дороговизна электроэнергии. В связи с этим Совет ветеранов предложил установить газовые баллоны. По словам главы округа, «Газпром» в ближайшие годы не собирается газифицировать окружные села. По предварительным подсчетам, провести газ в село Нижнепечорье оценивается в 2 миллиарда рублей. Конечно, «Газпром» газифицировать наши поселки Попечеря неинтересно. Почему? Потому что там живет слишком мало людей, огромные капитальные затраты, которые они не смогут... Я имею в виду, с точки зрения коммерческого проекта, этого проекта для «Газпрома», он, конечно, не существует. То, что вы говорите, вот эти трубы за сотни миллиардов долларов в другие страны, конечно, за счет того объема, который они продают, они потом эти инвестиции окупают. Я думаю, что цена газификации всех этих поселков значительно больше, чем 2 миллиарда. Значительно. Я специально... Вот этот вопрос мы обсуждали, и сейчас наши специалисты считают, сколько это стоит. Ну, может, для того, чтобы понимать, что без цифр сложно разговаривать. И существует проект, не существует. По баллонам мне идея нравится. Я скажу вам честно, по баллонам это хорошее решение вопроса, по крайней мере, для бытовых вещей, чтобы это было дешевле, чем привозить там из коми из других регионов. Это можно посмотреть, и этот вопрос, по крайней мере, реалистичен как проект. Между тем прозвучало предложение поставить в селах резервуар с газом. Глава региона эту идею поддержал. Мир сегодня уже продвинулся сильно вперед, и технологии позволяют принимать какие-то иные, кроме линейных решений. Просто протянуть газопровод очень дорого. Но есть другие вещи, которые позволяют транспортировать газ в компромиске либо в жиженном виде, либо под давлением, либо в баллонах, либо в синтетическом виде, переработанном в топливо и так далее. Вот в это надо вкладывать, потому что это комплекс, решить нам большое количество проблем, в том числе и в обеспечении такого рода экологически чистым топливом. Это проблема на повестке дня, одних из приоритетных, те, которыми, по крайней мере, с точки зрения стратегического развития экономического, занимаюсь. Но газопроводом пока на это точно денег нет. Также ветераны предлагают расширить перечень в год на посещение бань. Мэрия в рамках оптимизации бюджета исключила право на бесплатное посещение бань для лиц, сопровождающих инвалидов, которые не имеют возможности мыться самостоятельно. В этом вопросе Александр Цибульский поддержал ветеранов и подчеркнул, что бесплатное посещение бань с сопровождающими – это очевидная необходимость. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.